всем привет от sb18 13 или просто саймон продолжаем музыкальной реакции вот наконец та самая группа про которую я уже несколько раз говорил вот помните с группу мэдна и все разговоры от додороме в общем то я говорил что есть еще один проект проект уже вокалиста бывшего додором и который вот отдельно тоже собрал группу вот я говорю что вот она пройдет как даже без гитар всего так вот вот эта группа называется она фукуру или в куру я опять же не знаю трек в возможно называется сэпун но это я перевел гугл переводчики поэтому их особо не ругайтесь опять же кто знает пишите пожалуйста в комменты как она все правильно называется буду очень благодарен короче вот этот проект или группу я уже говорил что в принципе мне на самом деле даже понравилось я даже вот перед новым годом еще раз переслушал 3 лиса понял что он на самом деле крутой вот но я смотрел уже первый их клип без реакции вот он был достаточно странноватым тем не менее как бы прикольным и вот у них вышел новый тоже перед новым годом клип который я не успел тогда посмотреть поэтому посмотрим вот сейчас принципе я думаю ничего страшного и там вроде на превьюшки на превьюшки вокалисты красот на даром и какой решаться зовут ли как так короче он с гитарой то мне стало интересно то есть они все таки не добавили гитару или этот чисто для клипа короче это достаточно своеобразный такой как бы хотя не знаю давайте сейчас посмотрим и поймем какой-то своеобразный не своеобразно потому что и пишет не прям был до достаточно необычный даже для веке и звучанию а вот что тут будет цель я честно не посмотрел как перед реакцией это новый трек или сетки шника ну в любом случае как как минимум клип будет новый плюс я треки плохо оттуда помню их один раз прослушал всего также прослушаем еще раз короче поехали смотреть и понимать чё к чему говорите что он тоже будет в этом квадратике все киты пошли эти 80 и 90 стилем и это неплохо но просто если сейчас у каждой второй группы такой будет это конечно вот тут есть гитарка ура ну вот вот о чем я говорил то есть это даже близко не метал то есть это такой типа очень авангардный ракешник хотя даже этот ракешник наверно это очень такое модное мысло на самом деле люблю только послушать очень стильно а 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 и в а а а а а и и а а и и у а в опять же можно даже сказать немножко в стиле аллоу викея именно по стилю вот единственное только единственное может меня сейчас прибьют все фанаты этого вокалиста но немножко странного вокала именно в плане такой музыки то у нас это вокала короче возможно я просто слишком привыкли до роми поэтому я теперь учит Что? Не покуришь? А, нет. Что? Этот фон очень прикольно выглядит. Я вот честно не могу сказать что именно не так. Точнее все так с вокалом, но вот именно в этом треке он немножко странно вставлен. Но басист конечно отрывается. Нет, трек самый офигенный. Прямо очень круто. Да. Хе-хе. Блин. Итак, вот мы посмотрели, послушали трек от группы Fukuro. Фуру. Ну, блин. Вроде бы мне все понравилось. Клип выглядит очень круто. Тоже вот в этих каких-то таких олдовых тематиках. Вот с этим фоном охрененным. То есть они в этой комнате. И еще цветовая гамма. Ну, вообще все очень круто выглядит. Их движение. Особенно в конце, когда он с гитарой вот это вот стоял, улыбался. Это очень забавно выглядело на самом деле. Очень нетипично для него, я бы сказал. Вот к остальным участникам тоже на самом деле вопросов нет. То есть там какие-то профессионалы своего дела. Я честно посмотрел перед реакцией, откуда они. Я ни одну из этих групп и проектов не знаю. Поэтому я даже сейчас говорить не буду. Ну, кому интересно, те сами посмотрят. Просто мне, помню, уже писали, по-моему, под проектом Кё. Вот. Который мы тоже смотрели. Что вот, мол, я сказал, что какие-то они ноунеймы, а кто-то обиделся. Так вот, ноунеймы для меня. То есть я их не знаю. Конечно, поэтому... Но я не говорю, что они там плохие или играть не умеют. Но вот наоборот. Очень крутые музыканты. Возможно, я даже после реакции на выходных посмотрю, откуда они. И, возможно, начну слушать те группы. Но вот я сегодня посмотрел, увидел, что это за группы. Я без понятия. Может, и они прошарены. Опять же, если там какие-то крутые группы, напишите. То, может, посмотрим, послушаем их. Вот. То есть я знаю только вокалистов из Дэда Романа. Такой вот я говна. Короче, очень крутые. То есть ударник офигенный. То есть он такой груз задал, на самом деле. Опять же, не метал вообще ничего. Но прям он очень качево играл. Я очень люблю такие партии. Вот с одной стороны легкие, а с другой стороны ты постоянно вот так вот под них качаешься. Очень хорошо. Ну, к басисту нет вопросов. Басист, ну, по-моему, это, в принципе, вообще трек басиста был. Ну, в принципе, весь, наверное, проект. Вот. То есть полу-пианино, полу-бас тут идёт. Главные инструменты. Поэтому басисту нет вопросов. Вообще красавчик. Вот. Это 10 из 10. Ну, и пианист тоже. Пианист-клавишник, извините. Хотя, вот, кстати, тут, наверное, больше пианист, можно же сказать, да? Вот. Это как-то разделяется вообще или нет? Короче, красавчик. Соло. Офигенное. Просто вот это вот. Прям очень. Я такого давно не видел. Ни викея, ничего. Прям мне очень понравилось. Гитара на фоне у них всё-таки появилась. Вот. Ещё раз говорю. Возможно, может, у них где-то там она была, но её настолько не слышно. Ну, и даже в этом треке. А вот она прям чисто на фоне. То есть, если не прислушиваться, можно как бы её даже и пропустить. То есть, она до сих пор вообще не главная. Вокал. Вот. Теперь переходим к самому интересному. Потому что, вот, я не знаю почему. У него охрененный вокал. В Додороме он прям был идеальным. В том плане, что вот он вставал туда. Я ещё тогда говорил, что вот группа Madden, которая новая, да? Что вот если вот он туда пошёл, то это бы прям была Додорома. Вот один в один. Но там другой вокалист сейчас. А здесь вот так. И, ну, не знаю. Может быть, опять же, YouTube. Может быть, это что-то со сведением. Может быть, это именно трек такой. Потому что в предыдущих, когда я слушал, вроде такого, у меня не возникало вопроса. А тут прям его слышишь. Особенно в куплете, по-моему, это в куплете. И, я не знаю, у меня почему-то начинало немножко резать вслух. Типа такой, как будто мелодия – это одно. Ну, вот песня, да. Вокал как будто другое совершенно. Типа они как-то несовместимы. Но при этом, как бы, с другой стороны, всё это нормально слушалось. И с припевью всё это было хорошо. Короче, вот почему-то, почему-то мне показалось, что как-то он странно немножко пропел эту песню. Опять же, неплохо. Вот именно странно. Вот. Но, с другой стороны, как мы выяснили, это какой-то авангард рок с примесями немножко джаза, да, и блюза. Вот. То есть, такая очень прикольная тема. На самом деле, чтобы отдохнуть от металла и подобной музыки, вот сам это послушать такую, я считаю. Плюс она очень стильная, очень клёво выглядит. Тут профессионально всё сыграно. Не знаю. На самом деле, у меня вопросов-то к ним нет. Вот реально, только вокал именно в этом треке. А так всё круто. Так всё круто. Не хуже она, чем Madden. Просто другое. Просто другое. Пошли в разные степи. Так что, вот такая вот Додорома у нас получается. С одной стороны и со второй. То есть, с одной больше, наверное, похоже на них, а со второй вообще не похоже. Потому что у Додорома таких треков не было. Ну и круто, наверное. Короче, вот, в принципе, и всё. А всем спасибо, кто посмотрит реакцию. Все ссылочки в описании. Нравится, нравится. Сами всё знаете. Будем ждать ещё релизов тогда. Я от них, я от Madden. Может, в Додорома когда-нибудь соберутся. Эх, было бы прикольно. Ладно. Всё. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok